У-у-у! 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 У-у-у-у! У-у-у! 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 Кокорин приехал! И не только Кокорин. К нам в Чебоксар приехали десятки знаменитых актеров, телеведущих, журналистов и фотографов. В первый день работы в фестивале они отправились проводить мастер-классы в пятую Чебоксарскую гимназию. В детстве Иван Кокорин думал, что актеры – это люди с другой планеты. Поэтому сейчас он не устает повторять ребятам. Добиться успеха может каждый. Просто одно желание. Желание трудиться и быть лучше. А начинается все с уверенного поведения, жестов и поз. Очень хорошо, когда работают руки. Давайте сделаем такой жест. Он очень хороший для ораторского мастерства. Мы все вместе. Как будто земной шар. Мы все вместе. В это время за Волгой в лагере «Росинка» осваивались приезжие участники фестиваля. Кто-то первым делом побежал купаться. Кто-то наводил красоту. Родители-то далеко. Ну а кто-то прилежно учился. Итак, посмотрим программу фестиваля. 4 часа мастер-класс «Школьный интернет-форум». 4 часа мастер-класс по актерскому мастерству. 4 часа мастер-класс «Как получить хорошую фотографию». 4 часа мастер-класс по журналистике. Ну просто разорваться можно. Заглянем на мастер-класс Василия Карельского, академика Евразийской академии телевидения. Он точно знает, как заставить зрителей смотреть твою программу. Ведущий должен быть всегда несколько на драйве. Он должен быть вот-вот-вот. И все, что я сейчас говорю, это самое важное, это самое интересное. Только здесь, и только у нас, и только на нашем канале. Не переключайтесь. Именно Василий Карельский оценил работу юных журналистов. В городе Чебоксары на фестивале представляли ребята из студии «Куча Мала» и наши детские новости «Акелбупсер». Вы всегда стремитесь быть необычными, креативными, интересными. Это хорошо. Но... Но оказалось довольно много. Название «Акелбупсер» трудно выговаривается. И сюжеты мы делаем слишком длинные. Современный мир живет в другом темпе. Дети из года в год меняются, да? Вот все вот эти вот социальные сети, их тоже меняют. Клиповое мышление. Очень быстро надо доносить свою информацию. И порой наши уже стариковские длинные какие-то объемы информации, которые мы хотим донести, они уже не подходят. Клип. Быстро-быстро-быстро. Сказал-показал. Сказал-рассказал. Сказал-показал еще. Если есть возможность показать, так это вообще здорово. И я понимаю, что все к этому идет. Именно поэтому постоянно включается камера. Потому что проще показать, чем на пальцах объяснить, как это было. Я беру и говорю, о, а у меня, кстати, с собой есть этот кусочек, давайте я вам покажу. Один из самых необычных уроков – мастер-класс по гриму. Художница Марина Рязанцева показала, как за считанные минуты превратить девочку в речка. Чем старше человек, тем жидкость из него уходит. Появляются мимические морщины около глаз, морщины на лбу, носогубные складки, опускаются в львы, на шее появляются морщинки, на руках. Арина гримирует актеров кино журнала «Яролаш». На наших глазах родился еще один яркий образ. Фестиваль «Волжские встречи» проходит в Чебоксарах уже 26 лет. Попасть сюда мечтают многие ребята. А те, кто побывал хоть раз, возвращаются снова и снова. Ну, как всегда, три причины – это люди, дети, люди, взрослые. И какая-то информация, которую можно получить как от взрослых, так и детей в процессе общения или мастер-классов. И даже когда тебе будет лет 18, лет 20, ты всегда в резюме сможешь написать, что «Я была слушательным фестивалем «Волжские встречи». А это очень ценится, потому что знания, которые вы получаете на этих форумах, они зачастую гораздо больше и интереснее, чем те знания, которые вы получаете в университетах. Но это правда. На фестиваль всегда приезжают звезды. Особыми гостями этого года стали актеры Юрий и Владимир Тарсуева, исполнители главных ролей фильма «Приключения электроника». Этот фильм вышел на экран 35 лет назад. Взрослые прекрасно помнят сыроежкина электроника. А вот некоторые ребята не знают этих героев. Я считаю, это большое упущение. Были на одной детской встрече, 45 минут рассказывали, как мы снимались в кино, показывали отрывки, пели какие-то песни. И после уже под конец, встают на первом ряду мальчик и говорят, а это правда, что вы в кино снимались? Ну вот это было, честно говоря, необычно. Это самое необычное. Да, это самое необычное. Самый глупый вопрос, который задают нам не только дети, я даже вот, ну вот интересно, вы угадать можете? Самый глупый вопрос, который нам можно задать. Как вы думаете? Вы братья. Вот, вы что, братья? Вот. Вы что, братья? Вот это да. Тут иногда даже теряюсь, что ответ. Вообще я тоже теряюсь, как правило. Ответ зависит от моего настроения в этом случае. Волжские встречи – это команда профессионалов, друзей. Это большая дружная семья. Все наши божьи встречи Мы с вами находим долго Как шевчим глазами вечер И как поет песню Бога Все наши божьи встречи Мы добротою запомним Все наши божьи встречи Мы невременно запомним Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!